Волосы. Битва или драка, которая начинается, когда противник, да, или которая случается, проврыт там, когда противники вцепились друг к другу в волосы. Или которая, да, драка, которая, может быть, имеет место, да, имеет место, да, имеет место, когда вот противники друг к другу вцепились в волосы. Так, я здесь добавлю, подчеркнуть, как там, ладно, пока выделил зелёным. Так, дандаданди, дандайгидандайгича, дандайрдандайща, прохрытия идам юдхам брыттам, дандаданди, да, то есть по сути дела имеется в виду юдхам, да, битва или драка, драка полка о полку, когда дерутся снова и снова, убивая друг друга полками. Ну, такие довольно, конечно, редкие, специфические, ну, вот так просто для информации, что такие богуврии тоже бывают. Ну, и, наконец, особые богуврии, особая категория с окончаниями женского рода, там основа может довольно сильно у них тоже меняться. Обычно, по моим наблюдениям, такие, такого рода богуврии, вообще основы женского рода, это довольно такой сложный, ну, сложный раздел грамматики, очень непростой, но множество исключений, каких-то частных случаев. Вот, ну, я бы сказал, что вот вам на этом уровне, конечно, на котором вы все находитесь, совершенно незачем там уметь вот так вслепую или так наизусть сразу же, чтобы сочинить любого рода, богуврии такого рода, да, в любой момент времени, просто достаточно посмотреть, опять же, в словарях академических. Например, Сундаранги, Сундарам ангам ясягаса, та, у которой прекрасное тело, прекрасное тело. Сугатри, Шубханам гатрам ясягаса, та, у которой тоже великолепное тело, великолепное тело. Ну, собственно, Сундаранги, Сугатри, это что-то такое очень похожее. Индиваракши, Индиваре ива акшини, в двойственном числе, ясягаса, та, у которой оба глаза подобны синей кувшинке. То есть, если так дословно попытаться перевести, дословно, но условно мы это понимаем, что это условный такой перевод, синяй кувшинка глаз. Субтитры создавал DimaTorzok